Враг. Сказка Иванова дня. Примечание. Этюд к фантастическому роману «Жарцвет» 1895 год публиковался в газете «Одесский листок» в журнале «Север». Печатается по изданию амфитеатров «Святочная книжка». Санкт-Петербург, 1902 год. Церера. Римская мифология. Богиня земледелия. Хлебных злаков. «Все, все, что гибелью грозит». Цитата из трагедии Пушкина «Пир во время чумы» 1830. Волонтер. Лицо, добровольно поступившее на военную службу. Чилийская революция. Имеется в виду война чилийцев вместе с Перу и Боливией против усиления испанского господства в Латинской Америке в 60-е годы XIX век. Сен-Жермен. Мистик и алхимик XVIII века. Был близок к французскому королевскому двору. Месмер. 1734-1815 годы. Австрийский врач, выдвинувший теорию животного магнетизма. Калиостро. 1743-1791 годы. Настоящее имя Иосиф Бальзамо. Итальянский гипнотизер, выдававший себя за мага. Был связан с масонами. Розенкрейцерская ложа. Тайное религиозно-мистическое общество, возникшее в XVII веке, эмблемой которого были роза и крест. Гёте. Йоганн Вольфганг. 1749-1832 годы. Немецкий писатель, мыслитель, естествоиспытатель. Супернатурализм. Учение, согласно которому существует сверхчувственный мир, постигаемый интуицией и тайным знанием. Фауст. Герой одноименной трагедии Гёте. Чернокнижник и алхимик. Соломон. Иудейский царь, часто фигурирующий как маг. Ему приписывается книга «Ключ Соломона», содержащая магические заклинания. Альберт Великий. 1193-1280 годы. Немецкий теолог, философ, монах-доминиканец, глава схоластической науки своего времени. Ему приписывались апокрифические сочинения типа «Книги работ Альберта Великого о некоторых свойствах трав, камней и животных», что создало ему репутацию чернокнижника. Корнелий. Агриппа. Неттесгеймский. 1486-1535 годы. Богослов. Натурфилософ и врач. Автор книги об оккультной философии, в которой он защищал естественную магию, результат проникновения в тайны природы и овладения ими. Парацельс. Настоящее имя. Филипп Аурел Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм. 1493-1541 годы. Философ, естествоиспытатель, врач, обосновывавший возможность магического воздействия на природу с помощью тайных средств. Каббалистические сочинения, например, книготворение, книга «Сияние» или «Зогар», содержащие аллегорическое толкование библейских текстов и предлагающие свою картину мироздания. Физиолог. Средневековый сборник, содержащий рассказы о свойствах реальных и фантастических животных, растений и камней и сопровождающиеся аллегорическими назидательными толкованиями в христианском духе. Мисце, фас, дивиде, латынь. Смешивай, удаляй, разделяй на части. Формула, содержащая основные принципы алхимического эксперимента. Гаргантюа, герой романа французского писателя Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, 1533-1552 годы, обладавший сверхъестественными размерами и неистащимой жизненной силой. Похоже на наши славянские поверья. Имеется в виду легенда о цветке папоротника, распускающемся в Иванову ночь и охраняемом нечистой силой. Человек, получивший цветок, обретает дар провидения. Лавуазье, Антуан Лоран, 1743-1794 годы. Бертолло-Клод Луи, Бертолле, 1748-1822 годы. Французские химики. Гельм Гольц, Герман Людвиг Фердинанд, 1821-1894 годы. Немецкий физик, математик, физиолог и психолог. Эдисон Томас Алва, 1847-1931 годы. Американский изобретатель, электротехник. Шерко, Жан Мартен, 1825-1893 годы. Французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии. Впервые применил гипноз как метод лечения. Мори Альфред, 1817-1892 годы. Французский ученый. Автор книги «Сон и сновидение», включенной Амфитеатровым в список источников, к которым он обращался во время работы над романом «Жарцвет». Бутлеров, 1828-1886 годы. Русский химик с конца 1860-х годов проявлял интерес к медиумизму и спиритизму. Вольт. Вольта Алессандро, 1745-1827 годы. Итальянский физик и физиолог. Предложил опытное исследование живого электричества, открытого Гальвани. Гальвани Луиджи, 1737-1798 годы. Итальянский анатом и физиолог. Основатель электрофизиологии. Сведенборг Эммануэль, 1688-1772 годы. Шведский теософ-мистик. Духовидец. В своем учении обосновал принцип соответствия явлений земных и потусторонних. Фрагмент в русском переводе «О небесах, мире духов и абаде», 1863 год. Пузырь земли. Имеется в виду образ пузырей земли из трагедии Шекспира Макбет, 1606 год. Олицетворяющий стихийные природные силы. Гогенцольлерны. Династия германских императоров. Влюбился, как Фауст, в Елену. В трагедии Гёте-Фауст Елена олицетворяет гармоническое сочетание красоты и высокой духовности. Коснется ль чужое дыханье. Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Любовь мертвеца», 1841 год. Царь Хирам, царь Тирский, содействовал постройке Соломонова храма. Вспомните Фауста в «Кухне ведьмы». Имеется в виду сцена «Кухня ведьмы» в трагедии Гёте-Фауст, где изображается возвращение Фаусту молодости путем колдовства. 1 мая 1893 года. Вот я и на родине. Хороша моя дорогая волынь. Тишь, гладь, Божья благодать. Сейчас бродил по парку тень, глушь. Дорожки густо заросли травою. Скитался, как в лесу, на пролом целиной сквозь непроглядную заросль сирени жимолости розовых кустов, одичавших в шиповнике барбариса молодого орешника. Еле продираешься между ними, унося царапины на лице и прорехи на платье. Из-под ног скачут зайцы. Над головой озвенит тысячеголосый птичий хор. Войдешь в это певучее зеленое царство и точно отнят у остального мира. Ступил два шага от нашего ветхого палаца, и его уже закрыл зеленый лиственный полок. Кое-где в кустах попадаются обломки статуи, без носа и головы, без руки и без ноги и торсы. Гипс размок и почернел, мрамор оброс мхами. На плечах обезглавленной цереры, из перегноя прелых листьев поднялся бодрый малютка-дубок. Наш предок-магнат, вельможный пан Грабя Печ, вовженец Ботва Гичевский, полтораста лет тому назад превративший Сдановские рощи в парк, победил было лесную глушь, но потомки зазевались, и глушь вырвалась из оков. Сперва она возвратила себе все, что люди у нее отняли, исправила по-своему все, что мы ее по-нашему украсили, а по ее рассуждению, вероятно, обезобразили, и теперь идет войною уже на самый палац. Ступени террасы, подоконники, карнизы, балконы, черепичная крыша, зелены, как и самый сад. На них растут мхи, травы, молодые древесные побеги. В моем кабинете отворить окна мешают ветви старой сирени, от нее темно в комнате, надо будет ее срубить, но прежде пусть отсветет, а теперь она вся, как невеста под венцом, в кистях белых благоуханных звездочек. Вчера вечером на ней пел Соловей. Третье мая. Дышу, молчу, слушаю деревенскую тишь и сам себе не верю. Неужели я, всесветный бродяга и авантюрист, на конец у пристани, в приюте тихом, прочном и долгом, откуда уже трудно убежать вдаль, опять на поиски нового, необыкновенного? Измаяли меня эти долгие поиски. Я начал их молодым, богатым, здоровым. Окончаю больным, полунищим. Хоть лет мне не так уж много. Кто же назовет меня еще молодым человеком? Прежде жажда новых ощущений увлекала меня в Южную Америку, в Среднюю Азию. Я видел пир людоедов в Африке и пускал бумеранг в казуара вместе с австралийскими дикарями. Теперь, если новому и необыкновенному угодно свести со мною знакомство, пусть оно само сюда пожалует. Я не сделаю ни шага ему навстречу. Мне и здесь хорошо. Спасибо, дядя, счастливому владельцу этих мест, что ему пришла в голову идея доверить мне управление с Дановым. Идея довольно неосторожная, надо сознаться. В ней больше любви ко мне, чем практического благоразумия. Я ведь никогда ничем не управлял, ничем не исключая самого себя. Между тем, я прослыл за человека с сильным характером. Почему? Вероятно, потому что я, извольте ли видеть, стрелял львов в Африке и ходил один на один с ножом и рогатиной на медведя в Олонинской губернии. Великие заслуги, нечего сказать. Как часто принимают люди за характер отсутствие в натуре человекоспособности к физическому страху. Еще в детстве, читая у Гримма сказку об удальце, который бродил по свету, напрасно стараясь узнать, что такое страх, я думал, вот я тоже такой. Всякая борьба дарила меня минутами высокого наслаждения. Я не трусил никогда ни человека, ни зверя, ни черта. Я всегда делал только то, чего мне хотелось. И чего мне хотелось, непременно достигал. Но я никогда не мог заставить себя сделать то, что было надо сделать. Никогда не насиловал себя к отказу от того, что не следовало делать. Разве это характер? Нет. Упрямое прихотничество, не больше. Характер в повиновении долгу. Сам, хвастаюсь храбростью, да и никто не скажет, что я трус. А между тем, 17 лет тому назад, я заставил дядю купить себе рекрутскую квитанцию, чтобы избавиться от воинской повинности. Мне приятно драться с медведем. Мне приятно стоять на дуэли под пулею бретера. Вот почему я без страха шел на медведя, принимал и сам делал вызовы на поединок. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит. Неизъяснимы наслаждения. Блаженство может быть залог. Я замешался волонтером в Чилийскую революцию и показал себя храбрым солдатом. А от воинской повинности все-таки сбежал. Затем, что тут я должен был стать солдатом не по своей воле, но по приказанию закона. А хоть я и не дурак, закон для меня всю жизнь был не писан. Удрал от солдатчины, чтобы сделать не по-людски, а по-своему. Где ж тут характер? Восьмое мая. Четвертый день дождь. От скуки разбираю библиотеку. Все больше мистические книги. Коллекция моего прадеда по матери Никиты Афанасьевича Ладьина. Богач вельможа восемнадцатого века и вольнодумец, и мистик. Обычное смешение той эпохи. Он всю свою молодость возился с магами, заклинателями, дружил с Сан-Жерменом, Месмером, Калиостро, принадлежал к розенкрейцерской ложе. Потом пристрастился к путешествиям, изучил восточные языки, лет пятнадцать провел в скитаниях по азиатским землям и вернулся в Россию полуфакиром, человеком не от мира сего. Одаренный способностью ясновидения и редкую магнетическую силою. Он умер двадцать второго марта 1832 года в один день и час с Гёте, которому был приятелем и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины. — Покуда в библиотеке нет ничего нового, по крайней мере для меня, есть, конечно, большие редкости, и я рад, что имею их под рукою, но все уже читано. Я ведь по духу прямой наследник прадеда Никиты Афанасьевича, даром что воспитался в строгой, рассудочной, положительной школе, в презрении к супернатурализму, в привычке считаться только сосизательными фактами. Кровь взяла свое. Мое материалистическое воспитание пригодилось мне лишь к тому, что, едва я стал самостоятельно думать, я интересовался исключительно явлениями, которые представляются нам выше материи, стараясь подогнать их под рамки своего знания. Твердо веруя, что на свете нет ничего сверхъестественного и все объяснимо логическим путем физики, химии и математики, что хоть иного мы еще и не умеем объяснить, не только не умеем, а не можем, я, однако, исколесил весь земной шар в жадной погоне именно вот за тем, чего мы еще объяснить не умеем. Недаром же один французский журналист после интервью со мною заключил свою статейку меткую фразую «Это Фауст, сделавшийся авантюристом». Двенадцать лет тому назад я, чтобы ознакомиться с средневековую демонологией, совершил путешествие в Париж и Рим. В Ватикане я изучал пергаментные фолианты, прикованные к полкам железными цепями. Старинные суеверы воображали, что если на эти книги не надеть кандалов, то черти непременно унесут их, чтобы лишить людей возможности изучать формулы и знаки, посредством которых Соломон, Альберт Великий, Корнелий, Агриппа, Парацельс и Фауст покоряли себе нечистую силу. Средство довольно благоразумное. Если не против чертей, то против людей. Не знаю, сильно ли опасаются черти каббалистических сочинений, но между людьми, наверное, всегда найдется множество охотников стащить книгу, указывающую им дорогу к дьяволу. Однако в библиотеке прадеда я нашел их без всяких цепей, ничего целехоньки. Люди здешние не понимают библиографической ценности этих редкостей, а черти на волыне либо безграмотные, либо зазевались по хохлатскому ртозейству, либо стали вольнодумцами и не нуждаются по нынешнему времени в магической литературе. Девятое мая. Наконец, любопытная находка. Латинский инкварто. В телячьей коже, анонимный, печатан в Кёльне. Год издания вырван. Инкварто. Латынь. В четвертую долю листа, то есть том большого формата. По печати и заставкам, не старее первой половины семнадцатого столетия, название «Природа-кормилица» или «Занимательная история о звездах, словах, травах, камнях, производящих изменения и действия». Автор неизвестен. Мне еще не попадался в руки этот физиолог, как звались подобные сочинения в средние века. Читается трудно, варварская, схоластическая латынь и чушь страшная, но меня занимает автор, а не книга. Тот-то был фанатик. Хоть бы одно слово сомнения в своих знаниях, недоверие к своим чудесам. У него нет гипотез, все аксиомы. Рубит прямо и повелительно. Смешивай, удаляй, разделяй на части. Произнеси такие-то и такие-то заклинания и готово. Совершится такое-то чудо, такой-то и такой-то черт покажется тебе в решете. Курьеза ради, я проделал один из рецептов, произнес заветную формулу. Однако дьявол интерсона, собственной персоной, не соблаговолил ко мне пожаловать. Впрочем, может быть, ему помешали. Как раз в эту минуту ко мне постучался мой старый Якуб. Чтобы доложить, что приехал ко мне с визитом наш уездный врач. Зовут его Коронатом Вячеславовичем Поклевецким. Он из смоленских дворян, веселый человек. Знаете, говорит, нас смоляков дразнят. Кость-то шляхетная, да собачьим мясом обросла. Это русские. А поляки говорят про нас другое. Пул пса, пул кузы. Недовярок божий. Образованный, живой, довольно остроумный. Брюхо-гаргантюа, губы младенца. Но мне он все-таки не понравился. Что-то уж очень много развязности. Думается мне, что Поклевецкий совсем не такой душа человек, каким хочет казаться. Черненькие глазки его щурятся в постоянную улыбку. Но взгляд остается холодным и сторожким. Точно доктор всегда за тобою следит. А самого его нет, дудки, врасплох не поймаешь. А есть на душе у него что-то скверное, нечистое есть. Впрочем, если только у него вообще есть душа, а не пар, как у Котоваськи. Десятое мая. Солнце выглянуло. Тепло, свет и аромат. Я пробыл целый день в парке. Ушел только с закатом солнца. Проходя домой, вижу вдали, между двумя кустами жимолости, розовое пятно. Подхожу ближе. Пятно оказывается дамою. И даже очень красивую. Надо полагать, страстная любительница природы. Дамы уставилась на закат и не сморгнет. А глаза огромные, прекрасные, голубые, волосы как золото. Я поклонился. Дама оглядела меня с изумлением, отдала поклон и, сконфузясь, скрылась за деревьями так быстро, что я не успел ни слова ей сказать, ни последовать за нею. Только раза два мелькнуло в кустах розовое платье. Очаровательное создание. Я даже рад, что не удалось познакомиться. В этой немой мимолетной встрече было что-то поэтическое. С природой кормилицей, наконец, развязался. Любопытную показалась мне только следующая легенда. В стране диких монголов, где берут свое начало пять рек, изливающихся в Индейское море, растет папоротник, называемый огненный цвет, добываемый туземцами с великими трудностями, потому что гнездится он в глубине диких ущелий, между снежными горами, на неприступных топях и трясинах. Но туземцы не боятся ни трудностей, ни лишений, презирают опасность самой жизни своей, лишь бы достать куст огненного цвета. Владеющий же таким сокровищем не уступит его, ни даже если предложить золото в десять раз против его веса. Цвет этот имеет великую и чудесную силу. Кто владеет им, видит, как бы сквозь хрустальную стену, все золото в жилах и россыпях под землею. Месторождение же золота – суть в то же время и месторождение жизни. Владея огненным цветом, легко достать из земли жизненные волокна, и тогда человеку тому не страшны угрозы смерти, он будет жив, пока сам не пожелает избавиться от тягостей земного бытия. Он может воскрешать мертвых, соединять в существа телесные атомы и элементы, рассеянные в воздушных пространствах, вызывать чувство и голос в бездушных предметах. Но достать огненный цвет удается едва ли одному человеку в столетие, ибо растение охраняется неусыпную ревностью злых духов, всегда враждебных человеку и закрывающих для него двери благополучия, так как злые духи сами не могут, по божественному милосердию, касаться до огненного цвета, разящего их как молнией, если он не был еще в руках человеческих, то, когда искатель подступает к таинственному растению, бесовская сила окружает его со всех сторон и, допустив человека сорвать цветок, затем стращает его зрелищем всяких чудовищ, пока человек от ужаса не умрет или не выронит драгоценного цветка, пламенеющего в руке его. Похоже на наши славянские поверья. Неудивительно. Легенда идет с Тибета, а вся мистика родом оттуда. Спрашивал Якуба о розовой незнакомке. Недоумевает. «Нет, у нас такое во всем околотке». Я пошутил. «Уж не русалка ли это была?» Он очень спокойно возразил. «Нет, теперь у нас русалок нет». «А прежде были?» «Эгэ». «Отчего же они перевелись?» «А от пана Грабева Ксавера Тадеуша, дедушки вашего». «Как же он их повывел?» «Известно, как. Стал ловить, о которых поймает пороть». «Русалок?» «Эгэ». «Да ты врешь, Якуб. Как же можно русалку выпороть? Она дух!» «Эгэ». «Не знали вы, пани Грабя, дедушки вашего». «Одиннадцатая мая». «Заезжал доктор, привез целый ворох сплетен. У него по этой части талант замечательный. Я в обмен рассказал ему свою встречу в парке. Тоже руками развел». «Ммм, чудно». «Кто бы такая?» «Надо разузнать. Этого даже мой гонор требует. Уездный врач должен быть всеведущим и вездесущим». Он шутил, но острый колючий взгляд его был серьезнее обыкновенного. С чего бы? Уж нет ли у него поблизости зазнобы? Не ее ли подозревает он в загадочной гости моего парка? А он, надо думать, приревнивый и в ревности злой. Такие толстяки, простодушные на вид и хитрые на самом деле, всегда злецы и тираны в своей домашней жизни. Показал ему природу-кормилицу, заинтересовался страшно. Сперва издевался над невежеством средневековых естествоведов, хохотал, выхватывал из книги разные наивности и нелепости, а потом заговорил на тему, как удивительно, что самые простые идеи даются человечеству позже всего. Вот хоть бы эта природа-кормилица. Смотрите, какая тщательность работы, кропотливость изысканий, прямо дело целой жизни. И весь труд впустую. Человек тысячу лет вертелся около химии, электричества, магнетизма, держал много раз в руках их идеи. Все-таки не мог их найти. Точно в жмурке играл с наукою, ловил ее с завязанными глазами. А найти было так просто. Стоило только отказаться от идеи о сверхъестественных вмешательствах в жизни человека и природы. Стоило только условиться, что все существует и движется само по себе, свою собственную силою. И все нашлось. И химия Лавуэзье, и Бертоло, и электричество Гельмгольца и Эдисона, и гипнотизм Шарко. Он долго ораторствовал, нападая на мистику, и в особенности на современные сатанические и теософические культы. С ожесточением точно бедняга сатана был его личный грозный враг. Мне стала смешна горячность его полемики с пустым местом. Я сказал, поздравляю вас. Вы прекрасный оратор. Вы очень искусно разбили современную демономанию и вполне доказательно отрицаете дикости мистицизма. Но известно ли вам острое выражение одного француза, теолога? Он говорит, по-клевецки насторожился, задумался, точно перевел про себя фразу и закатился громким и искренне веселым смехом. Но послушайте, ведь это превосходно. Этот черт знает, как метко и верно. Шедевр сатаны в том, что он заставил наш век отрицать его существование. Очень-очень замысловато, молодец француз. Ловко потрафил собака. Он смеялся до самого отъезда. Но в экипаже, я видел из окна, нахмурился. Нехорошее у него лицо, когда он хмурится, и нехорошую душу оно обличает. Я вижу по-клевецкого насквозь и никогда не доверюсь ему ни на мизинец. И он меня не любит. Не знаю за что, но я чувствую, что не любит. Двенадцатое мая. Тайна розовой дамы объяснилась. По произведенному Якубом следствию обнаружено, что розовое платье, подходящее к моему описанию, имеется только у панны Альгуси, кузынки панна Ксенза Августа Лопоциньского из соседнего заборья, заведующий домом и хозяйством его велебности. Прислуга на все называет эту должность французы, и что панна Альгуся, сгорая Евиным любопытством видеть новоприезжего сдановского графа, уже неоднократно делала в наш парк нашествие вместе со своею покоевкую, якобы за ягодами, хотя до ягод еще добрые две недели. Приедет по-клевецки, подразню его, всезнайка, а не догадался. А панне Альгуси Якуб говорит самую коварную и злодейскую улыбкой, ясно намекая всею свою рожу старого еще крепостного Лепорелло. Ежели пану графу угодно свести интрижку, пусть пан граф не зевает, тут клюнет. Однако, черт возьми, этого велебного августа, даже непозволительно обзаводиться для хозяйства такую хорошенькую кузиную. 14 мая отправился вчера кататься верхом и корабеля угораздило расковаться как раз у заборья. В результате я провел вечер у пана Ксенза Лопоциньского. Получил от него два матов шахматы, пил чай, ел варенец из белых ручек панны Альгуси. Альгуси. Альгуси — очень красивый двуногий зверь. Не понимаю, как показалось мне только что Низофею эта сытая и здоровая деревенская красавица с формами цереры и широко раскрытыми васильковыми глазами. По первому впечатлению, я чуть было не усомнился. Да это не она. Совсем другая фигура, другое лицо, но потом лукавые улыбки и хитрые намеки панны Альгуси убедили меня, что предо мною действительно моя незнакомка. Всю поэзию встречи надо таким образом поставить на счет зелени парка и красных лучей вечернего солнца. Пятнадцатое мая. Опять задожжило. Дробные, мелкие, частые, словно сквозь сито капли барабанят с утра по оконным стеклам. Холодно и сыро на дворе. В доме неприветливо. Тоска. Хоть бы доктор завернул, что ли. Нашел в библиотеке записную книжку прадеда. Вся исписана рецептами, давно вышедшими из употребления. Средства все, возбуждающие жизнедеятельность. Железные препараты. Почти половина книжки занята тайнописью. Ключ к шифру найти нетрудно, вероятно. Да лень. И, наверное, не стоит. Знаю я тайны российских мистиков 18 века. Убьешь три дня на пробы и догадки, а в результате расшифруешь какой-нибудь необыкновенно важный секрет. Вроде того, что касторовое масло имеет особенно сильное действие при новолунии, а в полнолунии лучше прибегать к ревеню. 16 мая. Отдали визит Лопоцинский с панной Ольгусей. В разговоре я назвал Ольгусю панной Лопоцинской и ошибся. Оказывается, она Дубенич. Это литовская шляхетская фамилия, давно поселившаяся в нашем краю. У Дубеничи в гербе крыса, которая грызет золотой желудь. Панна Ольгуся толкует свой герб таким образом. Крыса — это я, последняя из Дубеничей, нищая, как костельная мышь, а желудь — единственная пища, которую могла бы я пробавляться, если бы его велебность не кормил меня хлебом. Но сам Ксенс Август, родовитый поляк с гонором, и на смешке Ольгуси над крысою желудем, кажется, приходится ему очень не по вкусу. Кокетничала со мной Ольгуся весь вечер и на все лады, даже исторически. Мне пан Грабя говорит, собственно, не знакомиться с вами, а бежать от вас следует. Это почему? Потому что вы мне опасны. Много чести, пан Ольгуся. Уверяю вас, что я самый смирный человек на свете. Не верю. Да хоть бы и так. Все же вы Гичевский, а я Дубенич. Так что же? Как? Разве вы не знаете, что между Гичевскими и Дубеничами есть роковая связь? Неужели? Очень приятно слышать. Да уж там приятно ли, не приятно ли? Вы слыхали, конечно, про Зосю, Сдановку. Ну, еще бы не слыхать. Зося Сдановка — героиня нашей фамильной легенды. Она жила лет полтораста тому назад, была простая шляхтинка с фольварка под Сдановым. Грабя печь вовженец Ботва Гичевский, коронный гетман, наш предок, влюбился в Зосю, увез ее. Несколько лет они жили счастливо. Потом Зося умерла скоропостижно, как говорят, отравленная родными графа, струсившими за наследство. Для Зоси был выстроен палац и разбит парк в Сданове. Говорят, будто граф Петш похоронил Зосю где-то в парке, насыпал над нею курган и поставил ей чудесный памятник со статуей, такую прекрасную. Точно в нее вошла душа Зоси, такую схожую точно Зося ожила в ней. Но наследники уничтожили статую и приказали сравнять с землей могилу, оскорблявшую их аристократическую гордость. В народе же верят, будто эта дикая выходка имела ту причину, что невинно загубленной Зоси не лежалась спокойно в могиле, ее статуя стонала и плакала по ночам, бродила по парку и смущала черную совесть убийц. Так вот, с торжеством продолжала панна Ольгуся, эта Зося была из Дубеничей, и я прихожусь от нее по прямой линии. Прецедент? Нельзя сказать, что бы неприятный. Признаюсь откровенно, я ничуть бы не прочь разыграть роль графа Петра при такой Зосе, как панна Дубенич. У панна Августа, кроме шахматов, нашлась еще страстишка. Он и рьяный разбиратель, ребусов, шара, тайнописи и тому подобного. Очень рад. Теперь я знаю, как занимать его и в то же время оставаться незанятым с ним самому. Я подсуну ему записную книжку дедушки Ладьина. В ней столько страниц написано шифром, что милейшему Ксензу хватит работы на месяц. 17 мая. Я очень смущен. Сегодня опять на том же самом месте в тот же самый час я встретил в парке. Нет, вернее сказать, не встретил, а только видел издали розовую даму. И это не панна Альгуся, хотя немножко похожа на нее. Вероятно, дама заметила меня, потому что видел я ее всего несколько секунд, а затем она, как и в прошлый раз, исчезла в зелени. Я пошел было за нею следом, но уже не догнал и только слышал треск хвороста под ее ногами. Если бы не это, я принял бы всю встречу за галлюцинацию, за сон. Но сновидения не имеют тяжести, и хворост под ними хрустеть не может. Ну, погоди же, изловлю я тебя, прекрасная незнакомка, не сегодня, так завтра. Благо, ты повадилась в наши Палестины. Восемнадцатое мая. Ох, какую воробьинную ночь пережили мы, сдановцы! С вечера было душно. Я рано лег спать и спал дурно, под кошмаром. Проснулся, дом трясется от грома, а в щели ставен сверкает синяя молния. Я люблю грозу. Разбудил Якуба и приказал ему отворить ставни в кабинете. Чудное было зрелище. Когда небо вспыхивало голубым пламенем, в парке виден был каждый лист, трепещущий под каплями дождя, совсем бриллиантового в этом грозном освещении. Буря кончилась таким могучим ударом грома, что я вскочил в испуге с подоконника. Молния блеснула мне прямо в глаза, и вместе с нею все небо точно рухнуло на землю. Гроза уничтожила один из лучших старых дубов нашего парка, но ниоткуда без добра. Ливень размыл курган неподалеку от того места, где имел я две встречи с розовую дамою, и в размыве нашлись обломки женской статуи замечательно художественной работы. На лицо нога с коленом, плечо, грудь, и обе ручные кисти. Удивительный мрамор, я такого еще не видывал, нежно-палевый, точно чайная роза, должно быть из каких-нибудь восточных ломок. Пока что сложил обломки у себя в кабинете, а ручки поместил на письменном столе, как пресс-папье, прелестные ручки. Большой скульптурный талант воплотился в эти две нежные кисти с тоненькими и длинными пальчиками. Девятнадцатое мая. Поклевецкий решительно не может равнодушно видеть маломальски порядочные вещи. Сейчас начинает клянчить «подари да подари». То просил отдать ему природу кормилицу, теперь влюбился в откопанные вчера ручки, а еще, говорят, бессребренник. Не берет денег с больных, кроме самых богатых панов. Странно, что, несмотря на бескорыстие, его не любят в народе. Я разговаривал с хлопами. Говорят, «Пан Поклевецкий, доктор, что греха на душу брать, каких и в Киеве нет, захочет мертвого из домовины поднимет». Только у него нехороший глаз и тяжелая рука. И всем, кого он лечил, потом не повезло. Ох, Рима, макрогуза, хата сгорела, у Паньки дочка, быструка родила. У кого злодей комору обчистил, у кого корова полали, коней свели, и бес его знает, какой он веры, не ходит ни в костел, ни в церковь, ни в жидовскую школу. Я пересказал этот разговор по-клевецкому. Он хохочет по обыкновению, ишь, хамы, подметельтки мои неудачи. В самом деле меня преследует какой-то злой рок. Со всеми моими больными приключаются самые неприятные сюрпризы и скандалы. «Пока я еще не испытываю на себе вашего вредного влияния», пошутил я, и со мною ничего сюрпризного не случилось. «Да ведь вы у меня еще и не лечились, а, впрочем...» «Ба-ба-ба», поклевецкий лукаво подмигнул, «как же ничего не случилось! А разве вы еще не влюблены в панну-альгусю? Вот те раз! О, провинция! Всевидящая, всезнающая, всевездесущая и, главное, всесплетничающая!» «Разумеется, нет!» «Да откуда вы знаете, что мы знакомы?» «Слухом земля полнится! Я даже знаю, что пан Ксенса Август удостоился получить от вас в подарок какую-то старую рукопись, и теперь по целым дням ломает над нею свою мудрую лысую голову!» «А, кстати, отметим, благо к слову пришлось, ведь Ксенса Август в самом деле молодец! Недаром хвастался своим мастерством по тайнописи, разобрал-таки кусочек рукописи, она оказалась французскую, сегодня прислал мне перевод, дикое что-то!» «Цвел 23 июня 1823 Цвел 23 июня 1830 Оба раза не мог воспользоваться Глупо Страшно Больше не увижу Знаю, что скоро смерть Не дождусь А мог бы Сын не верит Быть может кто-нибудь из потом Дальше тайнопись ведется вероятно на каком-нибудь языке восточного происхождения Подставляя по найденному ключу французские буквы Ксенс получал лишь неуклюжие слова почти из одних согласных и только на одной странице с краю четко записан ряд цифр 1823 1830 1837 1844 1851 1858 1865 1872 1879 1886 1893 1900 Последовательная разница между цифрами 7 По всей вероятности прадед предсказывает какое-нибудь событие должное повторяться каждые 7 лет цвел 23 июня 1823 года Кто цвел? Кактусы помнится бывают 7-летние 24 мая Приходится не то хвастаться не то каяться и разбираться в угрозениях совести Поехал к Лопацинским на 3 часа а прогостил 3 дня Панна Льгуся Мы не объяснялись в любви не назначали друг другу свиданий но вышло как-то что оба очутились за полночь в Вишневом саду к Сен-За Августа и не успел я спросить отчего вы не спите так поздно Панна Льгуся как она уже трепетала в моих объятиях пряча на моем плече свое жаркое лицо задыхаясь или печа бессвязные жалобы Мы разошлись когда восток уже загорелся зарею на расставание Льгуся вдруг вздрогнула в моих объятиях и тревожно прислушалась это что в воздухе дрожал долгий стонущий звук должно быть выпь кричала или три тонны расстонались в болоте Возвратя Возвратясь в свою комнату я пока не заснул все время слышал этот протяжный стон и моей не совсем-то чистой после неожиданного свидания совести чудился в нем чей-то таинственный упрек зачем зачем отвяжись со злобой думал я что пристал чем я виноват я не ухаживал за нею не заманивал ее сама без оглядки бросилась мне на шею спал я как убитый и поутру едва вспомнил со сна чего мы натворили вчера как водится пришел в сквернейшее настроение духа и вышел к утреннему кофе злой призлой полный страха что сейчас встречу заплаканное лицо красные глаза полные сентиментальные укоризны услышу плаксивый голос вздохи жалобные намеки весь арсенал женского оружия на такой случай ничуть не бывало панна альгуся улыбалась мне всеми ямочками своего розового лица щебетала как жаворонок и ее синие глаза были полны такого веселого счастья что у меня сразу камень с сердца долой и даже завидно ей стало ксенс август был в костеле мы оставались одни все утро послушайте альгуся сказал я вы знаете что я не могу на вас жениться она очень покраснела и мы сидели рядом прижалась ко мне я не рассчитываю я просто люблю вас надолго пока вы будете меня любить а потом не знаю она засмеялась глядя мне в глаза я никогда не знаю что сделаю с собой вы думаете я знала вчера что приду ночью в сад бог весть как это случилось в меня иногда вселяется какое-то безумие я теряю голову и живу иногда сама себя не чувствуя и делаю тогда не то что надо но только то чего я хочу а я всю жизнь так прожил ольгуся в глазах ее мелькнул огонек она взяла мое лицо в обе ладони мягкие душистые и приблизила к своему ты меня не жалей сердечно сказала она пропаду так пропаду должно быть в самом деле уж такая судьба наша дубейничей пропадать от вас графов дичевских помнишь мы говорили с тобою про зосю сдановку еще бы не помнить ну так ты мой граф петч а я твоя зося кстати говорят будто я очень похожа на нее откуда же знать это после зоси не осталось портрета знаменитая статуя ее если только существовала она в самом деле если она не украшение народной легенды конечно существовало перебила меня ольгуси скажите какая уверенность почем ты знаешь потому что я знала человека который видел и статую и как ее разбили Олечка ты мне сказки рассказываешь да нет же хоть дядю спроси видишь ли лет пять тому назад у нас на фульварке умер за крестьян Алоизий неужели только пять лет тому назад я помню его отлично когда я был совсем мальчишкою ему считали уже много за сто лет дядя говорит что ему было верно в сто пятьдесят если не больше когда дядя был совсем молодой Алоизию еще не изменила память и он рассказывал дяде о гайдамаках точно это вчера было железняк в умане посадил его отца накол я застала Алоизия уже совсем живым трупом высох как мумия в чем только душа держалась он всегда лежал на солнышке покрытой рогожей и спал однажды иду мимо он смотрит на меня своими мертвыми глазами страшно так их вытаращил точно я за чудовище ему показалось и вдруг засуетился силится встать лежите лежите Алоизии говорю я ему не беспокойте себя вы человек старый а мы с вами свои люди обойдемся без церемоний он кивает головой бормочет что-то вечером присылает парубка за дядю напутствуйте меня ваша велепность я сегодня умру с чего ты взял Алоизии я сегодня видел привидение Зося с Дановка приходила за мною как живая говорила со мною что же она тебе сказала да ничего такого страшного лежите говорит лежите Алоизии только и всего а все-таки я помру потому что за кем приходит покойник тому и самому за ним идти а я уже рассказывала дяде как видела Алоизия дядя рассмеялся ах ты старый выдумал тоже какая же это Зося с Дановка это моя племянница панна Альгуся сейчас сейчас я покажу тебе ее и велел меня позвать алоизий пока глядел на меня только крестился так я показалась ему чудна говорил что я похожа на Зосю как две капли воды голос в голос волос в волос в таком случае романтическое увлечение моего предка понятно для меня больше чем когда-нибудь ну что же будем играть в графа Петша и Зосю с Дановку не знаю только почему пока Альгуся вела свой рассказ у меня странно ныло сердце каким-то суеверным недобрым предчувствием а в ушах снова болезненно зазвенело вчерашнее зачем зачем 25 мая ругался и неистовствовал как татарин уезжая к Лопацинским я запер свой кабинет но ключ забыл в замочной скважине я запер потому что спешил и не успел убрать своих бумаг разбросанных на письменном столе разумеется кто-то без меня похозяйничал в кабинете я очень хорошо помню что ручки статуи лежали в росте на двух концах стола одна на рукописи законы сновидений которую я пишу уже 15-й год все желаю затмить старика море да что-то не затмевается другая на связке моих печатных трудов между тем сейчас обе ручки лежат вместе одна на другой точно сомкнувшись в умоляющем жесте на печатной связке и связка перевернута прежде наверху была моя брошюрка спиритизм и дегенерация теперь хвост немецкой статьи из психологических анналов полемика с покойным Бутлеровым ненавижу когда роются в моих бумагах хотя и не имею никаких секретов прислуга клянется и божится что она ни при чем будто бы даже не входила в кабинет врут конечно а не врут тем хуже уж лучше пусть безграмотные лакеи копаются в моей литературе чем делать ее достоянием провинциального любопытства спрашиваю Якуба кто был без меня говорит будто кроме пана поклевецкого никто не заезжал за мое отсутствие уж не он ли постарался от этого и не то станет я уверен имея он в малейшую возможность мало что перечитал бы все бумаги на столе но заглянул бы и в ящики и ключик бы подобрал и замочек бы сломал но Якуб уверяет будто он узнав что меня нет дома выпил не раздеваясь в столовую рюмку водки закусил пирожком и уехал 27 мая я нехорошо засыпаю в последнее время тяжело смутно что-то душит за горло подкатывает истерическим клубком к сердцу в ушах сквозь сон чуть-чуть и уныло звенит как далекий стон молодых лягушек пока не убаюкает меня я уже сплю уже сны вижу а все-таки чувствую будто кто-то реет надо мною дышит на меня и все звенит зачем 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 не могу сказать чтобы это ощущение чужого дыхания на коже доставляло мне удовольствие оно похоже на эпилептическую ауру но мне уже 37 лет подучая болезнь в эти годы не проявляется разве у алкоголиков так так не я никто другой в нашей семье никогда пьяницами не были посоветовался с поклевицким он насказал мне страстей спрашивает у вас не бывало зрительных галлюцинаций нет обманы зрения иллюзорные явления конечно случались и галлюцинации будут вот так обрадовали и на каких же основаниях вы пророчите мне такую прелесть на самых простых вы слегка меланхолик нервное расстройство пошло у вас по периферии чувственность всюду повышена следовательно передачи мозговых отправлений совершаются неправильно то что называется психическое дестизия ну-с при всех этих условиях да еще при вашем фантастическом настроении к переходу от иллюзорных явлений до галлюцинаций очень недолго откуда вы взяли что у меня фантастическое настроение напротив а вы все разную чушь читаете да разные дива видите никаких див я не видал бог с вами а что до дедовских книг то полагаю научный интерес к ним не имеет ничего общего с суеверием это дрожь в воздухе этот стонущий звук это дыхание за моими плечами тревожит меня исключительно как физическое явление доказательства моего недомогания я знаю очень хорошо что все это происходит во мне самом а вовсе не вне меня я пан коронат бывал в таких фантастических переделках что если уж тогда не сделался фантастом то теперь и подавно не сделаюсь нет голубчик лекарствица для тела вы мне пропишите пожалуй а души не касайтесь по этой части я сам себе доктор глаза поклевецкого блеснули тем лучше тем лучше сказал он потирая ладони и принялся убеждать чтобы я не оставался один сам с собою как можно больше развлекался и бывал в обществе покорнейше благодарю за совет но где я в нашей глуши найду общество он ухмыльнулся подмигивая а хоть бы у лопацинских кстати как здоровье вашей панны альгуси знаете доктор строго заметил я деревенская свобода допускает много лишнего в речах однако и ей бывают границы он залился своим обычным неискренним хохотом хохотом без смеха при холодных и серьезных глазах ну не буду не буду слово гонору в последний раз однако он пристально посмотрел на меня при первом нашем разговоре о панне гуси вы не рассердились а теперь вон как вспыхнули и он ударил себя ладонью по лбу ах мал я телятина не уйми я его он распространялся бы до бесконечности скалить зубы кажется он еще больший мастер чем лечить а относительно обмана зрения он прав глаза мои работают неправильно. Сегодня, например, когда он подошел к моему письменному столу и оперся на него своими толстыми кривыми пальцами, я ясно видел, что мраморные ручки затрепетали, как живые, быструю и сильную дрожью, точно от испуга. Первое июня. Давно ничего не записывал, а Льгуся меня совсем завертела. Вчера прилетела ко мне верхом одна уже под вечер. Чтобы проводить Льгусю до дома, я велел оседлать корабеля. Возвращаюсь с крыльца в столовую, а Льгуся сидит бледная, в глазах испуг, а сама хохочет. Что с тобою? Представь, вот глупость-то. Перепугалась сейчас до полусмерти. Вот даже не могу успокоиться, так бьет сердце. Да чего же, чего? Я хотела поправить шляпу, прошла в гостиную, там уже сумеречно, и вдруг вижу, будто мне навстречу идет женщина, приглядываюсь. Это женщина я же сама. Я, как взвизгну, добежать назад в столовую. И только здесь при свете сообразила, что у тебя там трюмо во всю стену. И, стало быть, я струсила собственного своего отражения. Льгусе тоже очень нравятся ручки. Я подарю их ей в день рождения, только надо обломанные места обделать в металл. Любопытно, что руки Льгусе похожи на ручки, как две капли воды. Разве немного пухлее? А то даже окраска кожи напоминает палевый мягкий мрамор моей находки. Третье июня. Вот уже несколько дней я живу под гнетом странного беспокойства, которое охватывает человека, когда кто-нибудь сосредоточенно и страстно о нем думает. В это я верю, потому что много раз испытывал на себе. Магнетические токи между людьми, сила, ждущая своего Вольта, Гальвани, Гельмгольца, чтобы выяснить законы ее так же логически просто, как теперь выяснены законы электричества. Телепсихоз ничуть не более невероятен, чем телеграф и телефон. А вот, говорят, теперь уже и телефоноскоп изобретен каким-то не то чехом, не то галичанином. Способность к нравственному общению человека с человеком на расстоянии свойственна в большей или меньшей степени всем нам. Сейчас она стихийная, и как все стихийное, проявляется лишь пассивно и случайно. Надо, чтобы из смутной, инстинктивной она сделалась определенную, произвольную, и для такого превращения требуются Гельмгольца и Гальвани. Любопытно, однако, кто же это мучится и где? Участием ко мне и мучит меня вместе с собою. Якуб клянется, что в мое отсутствие в кабинете происходят странные вещи. Что-то двигается, шуршит бумагами. Вчера он слышал из-за запертой двери три слабых аккорда, взятых на старинной гитаре, что висит на стене, как украшение, ради своей редкостной инкрустации. Мыши, конечно, если только Якубу не приснилось. Сам старик уверен, что эта шалость и кого-либо из челяди и грозит. Нехай поймаю бисовых хлопцев. Як начнутся рты томяты? Будут воны мене поминаты. Пятое июня. Пью кали броматум. Обтираюсь холодную водою, а толку мало. По-клевецки прав. Мои иллюзорные ощущения начинают переходить в галлюцинации. Сегодня утром я работал фейерверк для дня рождения Альгуси. Панк Сёнс Лапоцинский собирается справлять праздник на весь свет. И вдруг в уголке серебряного подноса, что лежал у меня на столе, заваленный всякую пиротехническую дрянью, я увидал, что сзади меня стоит, тихонько подкравшись, сама Альгуся и смотрит через плечо на мою алхимию. Я, очень изумленный ее появлением в такую раннюю пору, оборачиваюсь с вопросом, откуда ты, какими судьбами. Но вместо Альгуси вижу лишь мутное розовое пятно, которое медленно расплывается кружками, как бывает, когда долго смотришь на солнце и потом отведешь глаза на темный предмет. Альгуся тоже не домогает сегодня. Всю ночь жалуется, мучил ее тяжелый кошмар. Мраморные ручки, лежащие на моем письменном столе, схватили, будто бы ее за горло, и душили, пока она, готовая задохнуться, не вскрикнула и не проснулась, на полу свалившись с кровати. Сновидение было так живо, что, даже открыв уже глаза, она видела еще перед собою мелькание мраморных пальцев и слышала тихий голос «Отдай, отдай!» «Не смей брать мое!» Когда я сказал Альгусе, что собирался подарить ей ручки, она даже перекрестилась. «Чтобы я после такого сна взяла их к себе в комнату, сохрани, Боже, да я ни одной ночи не усну спокойно!» Говорю ей, это от того, что ты много простокваши ешь на ночь. Что же мне из-за твоих ручек от простокваши отказаться? Да когда я ее люблю!» Рассказал ей анекдот о Сведенборге, как после плотного ужина узрел он комнату полную света, а в ней человека в сиянии, который вопиял к нему «Не ешь столь много!» Но у женщин на все есть свои увертки, говорит. «А может быть, твой Сведенборг не простоквашей объелся?» И то резон. Шестое июня Как она прекрасна! С какой нежную мольбою глядят на меня сквозь мистический туман ее синие глаза! Неужели я не исполню ее немой мольбы? Неужели у меня не хватит силы знания разбить ее мраморную темницу? Нет, клянусь розами на ланитах твоих, милый призрак, роковой цветок, к жизни прерванной! А что значит эти слова, вероятно, прерванной жестоко? Этот странный отрывок, дешифрированный из книжки Никиты Афанасьевича Ладьина, доставил мне сегодня ксенц Лопоциньский. А о чем говорит он? Почему меня взволновали его темные и испорченные безумные строки? Что за призрак с розами на щеках? Какой роковой цветок! Какая мраморная темница! Чья жизнь прервана жестоко! Отчего, пока я, запершись в кабинете, читал записку ксенза, мне казалось, что я не один в этой огромной комнате, что кто-то незримый движется и трепещет в ее, как будто сгущенном воздухе. Перед глазами точно сетка колеблется, сетка для летающих мушек, и этот постоянный стонущий звон, молящий и вопросительный, что гонится за мною с той весенней ночи под вишнями. Откуда он? Восьмое июня. Одно из двух. Либо я схожу с ума, либо я, наконец, действительно охвачен тем необыкновенным миром сверхчувственного, доступа в который скептически, но страстно искал я всю жизнь свою, и потому что не находил его, думал, что его нет вовсе. Первое, конечно, правдоподобнее, но с другой стороны, мой пульс, как твой, играет в стройном такте, его мелодия здорова, как в твоем. Мы встретились, мы, то есть я и розовая незнакомка, снова среди ясного полдня в вишневом садике Лопацинского. Ольгуся сидела рядом со мною, смеялась, поила меня кофе и намазывала для меня на хлеб янтарное масло, о котором она так смешно говорит по-польски «товластне». Ксен споодль полулежал на скамье, вытянув свои старые ноги с записною книжкою моего прадедушки в руках. Вчерашняя удача пришпорила неугомонного Шарадамана опять приняться за расшифровку ее, и он без конца пробует над нею то один ключ, то другой. И в это время, когда, наклоняясь к уху Ольгуся, я шептал ей всевозможные нежные глупости и смешил ее до упаду, в эту-то минуту из глубины вишневника выплыло розовое пятно, и предо мною встала другая Ольгуся, такая же прекрасная, как сидевшая рядом со мною, но лицо ее было худо и печально, а глаза смотрели прямо в лицо мне с тоскою, упреком, непонятную, но мучительную мольбою. О, какое счастье, что я не трус и не фантаст! Вот оно начинается, — молния мелькнула в моем уме, — обещанная по-клевецким галлюцинация. Я не вскрикнул, даже не изменился в лице, а она, вторая Ольгуся, оперлась на наш стол своими нежными палевыми ручками. Я сразу узнал их, они те самые, что нашел я в размытом грозовым ливнем кургане. По спокойным лицам панны Ольгуся, той живой Ольгуся и ксенза Августа, я видел, что они ничего не видят, а она все стояла и смотрела, пронизывая меня своим трогательным взором, чаруя и покоряя, и я поддавался силе галлюцинации. Она была так жива, настолько наглядна, что я бессознательно, невольно смотрел на это порождение оптического обмана, на этот пузырь земли, как на реальное существо. Тогда губы ее дрогнули, воздух тоскливо зазвучал тем самым жалобным стоном, что неотвязно мучит меня по ночам. Кто вы? О чем вы просите? Невольно сорвалось с моих губ, и в тот же момент она пропала, растаяла в воздухе, а живая Ольгуся расхохоталась. Я решительно ни о чем не прошу вас, граф. Что с вами? О ком вы замечтались? Вы бредите наяву. Я промолчал о своей галлюцинации, Ольгуся суеверна. А видеть чей-либо двойник есть, поверье, нехорошо к смерти тому, кого видят. А что, если не галлюцинация? Если... Прав по-клевецки. Тысячу раз прав. Надо вытрясти из головы фантастический вздор. Черт знает, что лезет в мысли. Я становлюсь суеверен, как деревенская баба. Девятое июня. Вчерашнее видение не дает мне покоя. Возвратясь от Лопацинских, я долго сидел перед своим письменным столом, рассматривая таинственные ручки. Я взвесил их на ладони и был поражен, как они легки, сравнительно с материалом, из которого сделаны. И мне чудилось, что они становятся все легче и легче, дрожат и трепещут, и холодный мрамор нагревается в моих горячих руках. Не надо иллюзий. Не поддамся новой галлюцинации. Призову на помощь весь свой скептицизм. Буду анализировать трезво, холодно и спокойно. Но анализ-то получается неутешительный. Что я видел? Я видел прекрасный призрак с розами на щеках, с синими глазами, полными грустной мольбы. Тот самый призрак, что описал под шифром прадеда Никита Афанасьевич. Что же, внушил он мне эту галлюцинацию из-за гроба шестьдесят один год спустя после смерти своею мистическую болтовнею? Или в самом деле у нас в доме есть свое родовое привидение, как белая дама у Гогенсоллернов? И за неимением другого богатства оно именно и перешло мне в наследство. Так или иначе. Но мы сошлись с прадедом или на одной и той же галлюцинации, или на одном и том же призраке. Допустим, невозможное, то есть призрак. Если призрак, то чей? Он двойник Ольгуся. За крестьян Алоизий свидетельствовал, умирая, что Ольгуся — живое воплощение Зоси Сдановки. Прадед говорит что-то о жизни, прерванной жестоко. Смерть Зоси Сдановки была насильственная. Мраморная темница? Не намек ли это на статую и монумент Зоси, уничтоженный, быть может, еще на памяти деда, наследниками графа Петра? Эти ручки, так похожие на руки Ольгуси? Какой же я простак! Как было не догадаться сразу, что случай дал мне открыть забытую могилу Зоси Зоси Сдановки и обломки ее знаменитой статуи, той самой таинственной статуи, что, если верить бредням хлопов, стонала, плакала и бродила по ночам, как будто приняла в себя часть жизни безвременно погибшей красавицы? Бредни? Бредни. Однако я не знал, по крайней мере, не помнил об этих бреднях, когда встретил розовую незнакомку, как раз там, где они заставляли бродить мертвую Зосю, как раз там, где оказалась потом ее могила. Странный розовый призрак мелькнул мне именно у кургана, откуда майский ливень, да был для меня вот этот странный розовый мрамор, так необычайно легкий, прозрачный и будто мягкий в руке. Эти ручки, ручки Зоси Сдановки, полтораста лет спящие в земле. Я сжимаю их и думаю о ней. Зачем приходила она к прадеду, такая же, как ходит теперь ко мне, с тем же выражением в лице, с той уже мукой в глазах? Что должен был он сделать для нее? Чего не сумел сделать, чтобы успокоить ее страждущую тень? Разрушить темницу или освободить из темницы? Причем тут? Она ли роковой цветок по поэтической метафоре прадеда или... Ба! А первый отрывок, дешифрированный августом, цвел 23 июня 1823... Цвел 23 июня 1830... Не мог воспользоваться? Глупо? Страшно? Не об этом ли роковом цветке идет теперь речь? Что если восстановить испорченный текст хотя бы в такой форме? Клянусь розами, цветущими на ланитах твоих, милый призрак, что я освобожу роковой цветок и верну тебя к жизни, прерванной так жестоко. Клятва безумная, но разве не безумно все, что совершается теперь вокруг меня? Цвел 23 июня 1823... 1830... И через семивеки промежуток намечен свести периодически до конца столетия, текущий, 1893 год в том числе. Таким образом, всего две недели отделяют меня от тайны рокового цветка. Может быть, кому-нибудь из потомков удастся, что не удалось мне? Пишет прадеда. Точно завещая мне, своему преемнику, по мистической жажде, непонятную, но непременную миссию. Ах, Никита Афанасич! Бог тебе, судья, заморочил ты мою голову. Десятое июня. Нет больше сомнений. Я знаю теперь, кого я видел в саду, кто заглянул ко мне через плечо, когда я мастерил фейерверк для Ольгуси, кого встретила Ольгуси в гостиной, когда была у меня. Это Зося Сдановка. Пишу это имя твердую рукою, потому что, если даже и помешан, то помешан на ней. Ее имя — та неподвижная идея, около которой вращаются мои мысли. Вчера вечером, когда меня одинокого вновь окружил тот странный, густой, как будто полный незримый, но веской и тягучей материи воздух, что стал в последнее время неизменным спутником моих размышлений, я вдруг непостижимым экстазом почувствовал, что какой-то могучий прилив небывалых сил словно выхватил меня из земной среды и возвысил меня над нею таинственную сверхчеловеческую властью. Взор мой упал на мраморные ручки Зоси, я машинально поднял их со стола, крепко сжимая мрамор в бессознательном восторге. Я чувствовал, что она, когда-то воплощенная в этом камне, здесь, возле меня, что стоит позвать ее, и она придет, и я позвал ее. Тогда от ручек пошли как будто лучи, бледные, белесовато-палевые. Воздух пропитался тем мутным брожением, тою эфирную зыбью, которые до сих пор я считал обманом своего больного зрения. Казалось, предо мною происходила какая-то полузримая борьба, что-то рвалось ко мне, и что-то другое не пускало. Я понял, что должен напрячь всей силы своей воли, и я позвал Зосю. Теперь я уже не сомневался, что это Зося еще и еще. И она явилась. А, теперь я понимаю прадедушку. Она так несчастна. Когда я слышу ее стон, лицо ее искажается таким тяжелым и долгим страданием, что сердце мое разрывается на части, что я, вне себя, готов хоть в ад, лишь бы понять и прекратить ее горе, лишь бы возвратить ей счастье и покой, о которых она рыдает. Зависит ли это от меня? О, да! Иначе зачем бы именно мне являлась она? Зачем я, а не любой из мужчин, любая из женщин, а колодка, стали жертвами ее грустного присутствия? Зависит. Я читаю это в ее голубых, отемненных слезами глазах. Она ищет в правнуке, чего не сумел дать ей прадед. Так выскажись же! Чего ты ждешь? Чего тебе надо? Не мучь и себя, и меня! Или не можешь? Не вольна? Тень, достигшая материализации, но лишенное слова. Астральное тело, неосязаемое и беззвучное. Но бесстрастное ли? Вчера, когда она явилась, я задумался об ее удивительном сходстве с Ольгусяю, и вдруг не узнал ее, так гневно вспыхнули ее глаза, что значит этот гнев. Чем мешает ей Ольгуся? Любит она меня, что ли? Ревнует? Да разве там есть любовь и ревность? А почему нет? Если вместе с телом не умирают другие человеческие страдания, почему должны умереть эти? Чтобы разбить фантастическое настроение, как выражается по-клевецки, я схватил первую попавшуюся под руку книгу из библиотеки и стал читать, где открылась страница, оказалось, Лермонтов. А что попалось? Не угодно ли? Коснется ли чужое дыхание твоих ланит? Моя душа в немом страданье вся задрожит. Случится ли, шепчешь, засыпая ты о другом, твои слова текут, пылая по мне огнем. Ты не должна любить другого. Нет, не должна. Ты мертвецу, святыней слова, обречена. Словно загадал. Нечего сказать. Утешительно. Семнадцатое июня. Дикий и страшный день. Она чуть-чуть было не заговорила. Но прежде чем с губ ее вырвался, хоть один звук, вдруг лицо ее исказилось ужасом и отвращением. Она потемнела, как земля, прокинулась на спину, переломилась, как молодая березка, и расплыла с серыми хлопьями, как дым, в сырой осенний день. А я услыхал другой голос, противный и уже, несомненно, человеческий. Здравствуйте, граф! Что это за манипуляции вы здесь проделывали? На пороге кабинета стоял поклевецкий. — Как вы вошли, кто вас пустил? — крикнул я, будучи не в силах сдержать свое бешенство. — Ого, как строго! — насмешливо сказал он, спокойно располагаясь в креслах. Взошел через дверь. — Вольно ж вам не запираться на ключ, когда заняты? А опустил меня к вам Якуб. — Да вы не гневайтесь. Я гость не до такой степени, не кстати, как вы думаете. — Сомневаюсь, — грубо крикнул я ему. — Сомнение есть мать познания, — возразил он, и вдруг подошел ко мне близко-близко. — Так как же, граф? — зашептал он, наклоняясь к моему уху и пронизывая меня своими лукавыми черными глазами. — Так как же? — Все Зося, а? — Все Зося? — Да? — Если бы потолок обрушился на меня, я был бы меньше удивлен и испуган. Я с ужасом смотрел на Поклевецкого и едва узнавал его. Так было сурово и злобно его внезапно изменившееся, страшное и схудалое лицо. — Я не понимаю вас, — пролепетал я, стараясь отвернуться. — Ну, что притворяться, ваше сиятельство, — холодно сказал Поклевецкий. — Будет нам играть в темную. Откроем карты. Рыбак рыбака видит издалека. — Кто вы такой? — Как вам известно, уездный врач Поклевецкий. — Откуда же вы знаете? — А вот представьте себе, знаю, а каким образом, не все ли равно вам. — Вы послушали меня? Или прочитали мои записки? Ну вот, зачем мне предположить возможности более благородной и лестной для моего самолюбия? Зачем мне предположить, что я ваш собрат по занятиям тайными науками и с гордостью могу сказать собрат старший, хотя и менее вас откровенный, потому что ушел в ней гораздо дальше вас, и могу вам объяснить тайны, о каких не смеет даже грезить ваша мудрость. Он важно взглянул на меня, в том числе и тайну Зосси. Вы напрасно ломали голову над хитрую механикою этого ларчика. Открывается он очень просто. И вы же сами открыли его, но позабыли, что открыли, и теперь ломитесь в дверь, не замечая, что она отворена настежь. — Объяснитесь, я не понимаю. Очень просто. С помощью вашего друга, лысого Ксенза Августа, вы разобрались в заглавной книжке Никиты Афанасьча Ладина, и, отдаю вам справедливость, очень искусно комбинировали разобранное. Когда вы добрались до идеи о Зоссе, я вам аплодировал из моего прекрасного далека. Даю вам честное слово. Я молчал, совершенно раздавленный его властными словами. Он знал все, видел и слышал все. — Но вы немного забывчивы, — продолжал он, — вас сбил с толку La Fleur Fatale. Как же было не припомнить той странички из «Натура...» Ну, трик с натуры природы-кормилицы, что вы даже выписали в свой дневник. — Об огненном цвете? Ну да. О таинственном тибетском папоротнике, открывающем человеку тайну жизни. Именно он-то и есть La Fleur Fatale, которого искал ваш прадедушка, за которым ходила к нему Зося, а теперь ходит к вам. — Но какое же отношение между Зосею и огненным цветом? Такое, что Зосю рано сосвету сжили. Зося жить хочет. В землю ей неохота. С неприятной улыбкой возразил он. — А огненный цвет в ваших руках может вернуть ее к жизни. — Так ли, Зося? — спросил он вдруг, насмешливо глядя в угол кабинета. И я весь затрепетал, когда хорошо знакомый мне голос, тот самый, что так много дней уже звенел в ушах моих плакучую жалобою, отозвался тягучим, точно против воли с тоном. — Так... — Вы слышали? — самодовольно засмеялся по-клевецки, сделав рукой размашистый жест шарлатана, удачно показавшего новый фокус. — А теперь, любезный граф, когда я, кажется, достаточно кредитовал себя в ваших глазах как представитель практического оккультизма, позвольте немножко пуститься в теорию. — Что есть жизнь, граф? — Наука отвечает нам. — Жизнь есть сцепление частиц космических и органическое тело, смерть — распадение этих частиц. — Кто владеет огненным цветом, властен по своему желанию поддерживать телесные частицы в постоянном сцеплении, вызывать такое сцепление, когда ему угодно, то есть жить и позволять жить другим, пока не надоест? То есть вызвать к жизни мертвых в той плоти, как ходили они некогда по этой земле, воскрешать и воскресать? — Почему это? Какою силою? — Поклевецкий пожал плечами. — Почему разбросанные опилки железа прилипают кистью к куску магнита? — Почему семь планет держатся в равновесии притяжением солнечного шара? Разве мыслимо задавать подобные вопросы? — Вы признаете ведь магнетические явления в животном мире? — Да. — Вы знаете, что есть на земном шаре точки, где есть в природе условия, при которых магнетические явления бывают особенно яркие и выразительные? — Да. Ну-с, так место, где растет огненный цвет, именно такое место, и условия его цветения — наиболее благоприятное условие для проявления животного, то есть атомистического магнетизма. Вот и все. — Но почему? — А почему в какой-нибудь смиреннейшей Курской губернии вдруг ни с того ни с сего дурит магнитная стрелка? — Почему из кони держится морская легенда, может быть, и не вовсе нелепая, будто полюсы Земли, колоссальные скалы сильнейшего магнита, притягивающие к себе все железные части кораблей, а потому и на веки вечные недоступные для мореплавателей? Огненный цвет тянет к себе реющие в мировом пространстве жизненные атомы, как магнит в железной опилке. Воля мастера — что сделать из железных опилок? Воля магика — что вылепить из попадающих в его распоряжение атомов? — Больше я ничего не могу вам сказать. Будь я шарлатан и сказочник, я бы мог вам сообщить, что огненный цвет есть не что иное, как выродившиеся отпрыски древа жизни, ушедшего в землю, когда Адам и Ева внесли грехом своим смерть в мир и тому подобные средневековые бредни. Но я жрец науки, а потому откровенно говорю вам, не знаю. В лаборатории природы всегда остаются уголки, куда нашего брата ни с каким, даже с соломоновым ключом в руках, все-таки не пускают. Силу и закон огненного цвета я вам объяснил. Довольствуйтесь этим для практики, без теоретических вопросов. Но почему я должен вам верить? Мало ли каких волшебных историй и обобщений из них вы можете насоздать фантастически настроенным умом? А, кажется, доктор, вы, которые еще так недавно упрекали меня в фантастическом настроении ума, много опередили меня в этом направлении. Конечно, если только все ваше поведение сейчас не мистификация, если вы не морочите меня. Нет, я вас не морочу. Да я и не требую, чтобы вы мне верили на слово. Проверьте своим опытом, посмотрите своими глазами, осизайте своими руками, тогда и поверите. Ну, это мудрено, сердито усмехнулся я. Ехать в Тибет мне далеко и непосредством, да и не надо, зачем в Тибет? После теории позвольте немножко истории. Вы можете наблюдать тайну огненного цвета, не выходя из Здановского парка. Как вы бредите, доктор! Ничуть, слушайте меня внимательно. Ваш прадед, Никита Афанасьевич Ладьин, был человек весьма крутой воли и весьма пылкого воображения. Он был пожалован Здановским Майонтком, когда память Зоси Здановки была еще совершенно свежа в околотке, заинтересованной рассказами об ее красоте и несчастной судьбе, о таинственном остатке жизни, который сохраняла ее статуя, прежде чем уничтожили ее Гичевские. Он влюбился в память Зоси со всей упылкостью, свойственной этому фантастическому суровому мистику, влюбился, как Фауст, в Елену. Он был человеком больших познаний и редкой магнетической силы, властью науки. Переданной ему азиатскими мудрецами, он вызвал к жизни внешнюю форму покойной Зоси, дал ей способность являться людям. Но лишь на короткие мгновения, как видите ее теперь и вы. Он не был в состоянии ни сделать ее призрак постоянным явлением, ни одухотворить его. Для этого ему нужен был огненный цвет. Он отправился в Тибет. Опоздав к цветению огненного цвета на месте, он выкопал несколько кустов драгоценного папоротника и с величайшими предосторожностями перевез их в Россию, надеясь, что через семилетний срок овладеет цветом без новых трудов и испытаний. Странная улыбка заиграла на губах Поклевецкого. Всю жизнь свою холил он это драгоценное растение. Он имел счастье дважды в семилетние сроки наблюдать цветение папоротника, но не сумел воспользоваться его чудесными свойствами и умер, не дождавшись третьего расцвета. По смерти его Сданов запустел, оранжерея разрушилась, а огненный цвет по невежеству садовников был выброшен в парк, как простой никуда негодный папоротник. Но так как огненный цвет не умирающее растение жизни, то он не пропал и в полночь с 23 на 24 июня, как это было рассчитано вашим прадедом и недавно вам открыто ксензом августом огненный цвет загорится в вашем Сдановском саду. Не может быть! Если вы захотите видеть, если вы послушаетесь Зоси Сдановки, то сами убедитесь, что может. Кто не рискует, тот ничего не выигрывает, а вось вам повезет больше, чем Никите Ладьину. Подумайте, одно движение, одна минута могут сделать вас самым богатым, самым могучим человеком на земном шаре. Ни один мудрец, ни один властитель в мире не в силах дать людям хоть крошечную долю счастья, которое вы получите, способность раздавать щедрую рукою восторги неисчерпаемых богатств и неумирающего бытия. «Почему же прадед-то не воспользовался огненным цветом? Потому что между ним и цветком становились могучие силы, столь же дорожащие огненным цветом и столь же ищущие обладание им, как и человек. Силы эти встретят и вас. Когда вы пойдете искать огненный цвет, и предупреждаю вас, без моего участия, с вами случится то же самое, что с вашим прадедом. Вы утонете в океане диких чудовищных галлюцинаций, физический страх подавит вашу волю, и вы, ошеломленный, испуганный, бросите цветок на жертву силам, которые станут оспаривать его у вас. Вы требуете доли в моем будущем открытии, да, но доли скромной. Удовлетворение моего научного любопытства и только. Видите ли, я имел бы право быть более требовательным, но не могу. Если я не покажу вам, где растет огненный цвет, вам все равно покажут его другие силы. Таким образом, я, как первый, заговоривший с вами откровенно об огненном цвете, просил бы у вас лишь двух милостей. Одна, чтобы в поисках огненного цвета вы доверились одному мне и никому никому другому. Другая, чтобы вы позволили мне первому и немедленно после того, как огненный цвет очутится в ваших руках, произвести с ним несколько опытов. Почему вы лично не ищите огненного цвета, спросил я по некоторым размышлений, почему вы, зная, где это сокровище и имея возможность владеть им нераздельно, уступаете его мне? Признаюсь, ваше великодушие для меня мало понятно. Я бы не поделился, поклевецки нахмурился, и я бы не поделился, если бы был в силах взять его один, потому что я больше вас знаю, но не имею ни той духовной силы, ни той воли, какие требуются для этого дела. Вам и только вам можно докончить дело, начатое вашим прадедом. Согласны вы принять меня в участники? Извольте, честное слово? Хорошо, пожалуй, хоть и честное слово. К научным исследованиям я не ревнив, а если вы повторяю, не мистифицируете меня, и действительно огненный цвет обладает такими удивительными золотоискательными качествами, то и к богатству ревновать нечего, хватит на обоих. Клянусь вам, со времен царя Хирама человек не имел в руках своих столько богатств, сколько получите вы. 23 июня сегодня ночью я буду обладать великую тайную жизни, если только тайна это существует, если только мы оба, и я, и по-клевецки, не сумасшедшие, странно пораженные одновременно одним и тем же бредом. или еще вероятнее, если он не шарлатан, не дурачит меня, как средневековый мистогог простака неофита. Но я не позволю издеваться над собою. Если я замечу хоть тень мистификации, я его убью. Я сказал ему это. Он только рассмеялся, значит, не боится, уверен в правде своего знания. Не о двух же он головах, чтобы шутить со мною. Кто я и каков я, ему слишком хорошо известно. Меня смущает одно. Вот уже три дня, как мы условились с ним о поисках огненного цвета, и с тех пор я, кроме Якуба и Поклевецкого, не вижу никого, ни живых, ни мертвых. Он точно ограду вокруг меня поставил. Я окружен его атмосферою, как недавно был окружен атмосферою Зоси. Я чувствую, что влиянием, что я никогда уже не остаюсь один, что он всегда следит за мною издалека, через расстояние, сквозь двери запертое, сквозь каменные стены, постоянно стережет меня напряженную и властную мыслью, точно боится, что я обману его, убегу, струшу, поссорюсь с ним. Это первое внушение, с которым я не в силах бороться. Я потерял власть над духом Зоси. Я звал ее вчера, и она не пришла. Только где-то далеко-далеко раздался не то вздох, не то звон лопнувшей гитарной струны, скорбной, тяжелой. Она здесь, но не смеет показаться, точно запуганная. Отчего? Я чувствую в ней резкую антипатию к Поклевецкому. Это он причиной, что она удаляется от меня. Откуда эта антипатия? Ведь без него я не знал бы, как помочь ей. Почему же она так печальна теперь, когда ее освобождение близко и непременно? Почему она так страшно переменилась в лице и исчезла, как дым, когда Поклевецкий застал ее в моем кабинете? Он принес мне секрет, как превратить ее изблуждающего призрака в материальное существо. Он ее благодетель, а между тем, вместо благодарности, сколько ужаса и отвращения высказал ее умирающий взгляд. Не напрасно ли я дал ему свое слово? Не скрывается ли, за помощью им предложенной какой-нибудь коварный умысел? Не может быть. Если бы он затевал, что против меня, такая выгода показывать мне цветок жизни? По-клевецки бывает у меня каждый день. По его рецепту я тренирую себя к поискам чудесного цветка серии магических обрядов, постом размышлениями. Когда что-нибудь в этой серии кажется мне чересчур глупым, он неизменно повторяет мне одну и ту же фразу «Вспомните фауста в кухне ведьмы». Что делать? Вы декламируете вздор, но без вздора этого нельзя. Должно быть, стихийные духи любят видеть людей дураками и в глупых положениях. Вежлив он со мною как никогда, до изысканности, услужлив долакейство, а я как нарочно в нервах и то и дело говорю ему неприятные вещи. Он пропускает их мимо ушей с такую кроткую покорностью, что мне даже совестно становится, но я положительно не в силах владеть собою. Присутствие этого человека для меня ад. Поскорее бы развязаться с ним и затем указать ему порог, чтобы не встречаться более никогда в жизни. 24 июня еще несколько минут и я, быть может, буду сумасшедшим. Мой мозг горит. Я собираю последнее мужество, последние мысли, последнее присутствие духа, чтобы набросать эти строки. Кто найдет, пусть верит или не верит, как хочет, мне все равно. Признание или мистика, признание или сумасшедшего, для невера немного разницы. Да, он существует. Я видел его, этот огненный цвет. Он был в моей руке, и я не удержал его, не сумел, не смог удержать. Мы с этим, с тем, кто назывался Поклевецким, чье имя теперь я не в силах произнести без трепета, проникли в парк, к тому самому размытому кургану, откуда добыта моя статуя, моя бедная, снова обездоленная, снова осужденная скитаться между жизнью и смертью Зося. Когда на кусте бурого папоротника, как пламя, сверкнула золотая звездочка огненного цвета, я хотел протянуть к ней руку, но все члены моего тела стали как свинцовые, ноги не хотели оторваться от земли, руки повисли как плети. Что же вы, слышал я гневный шепот над моим ухом, рвите же, рвите, пока не поздно, ведь он и пяти секунд не цветет. Сейчас осыплются листики, вы прозеваете свое счастье. Я сделал над собою страшное усилие, но таинственные путы продолжали вязать меня по рукам и ногам, мне чудился чей-то мрачный смех, какие-то безобразные рожи кивали мне из сумрака. Я не боялся их, я только сознавал, что это они враждебным магнетизмом своих глаз парализуют мою волю, что мне не одолеть их влияние, оно сильнее человека. Тогда Поклевецкий, топнув ногою, с яростью пробормотал несколько слов и рожи исчезли. По ту сторону цветка, озаренная его отблеском, выросла Зося, ее взгляд испуганный и ждущий, оживил меня, спаси, дай мне жизнь, не бойся никого и ничего, ты, господин этой минуты, прочел я в ее страдальческой улыбке, я забыл страшные рожи, забыл Поклевецкого. Недавняя свинцовая тяжесть свалилась с моих плеч, я схватил цветок, земля затряслась под моими ногами, я почувствовал вдруг, как некая непостижимая сверхъестественная сила льется в меня, и я расту, расту, и нет уже могучее меня никого на свете. Я видел светло, как днем в глубокую полночь, земля и все предметы на ней стали прозрачными, как хрусталь. Зося радостно протягивала мне руки, Зося звала, я шагнул к ней, Поклевецкий схватил меня за руку, стойте, повелительно, сказал он, прежде всего исполните условия, вы дали слово уступить мне первый опыт над огненным цветом. Да, ваша правда, сказал я, и готов был уже передать ему цветок, когда взглянул нечаянно на Зосю. Мгновение тому назад радостный взор ее был снова полон ужасом и отчаянием. Казалось, она предостерегала меня. Я пристально посмотрел в глаза Поклевецкого и прочел в них тревожное и злобное ожидание, взгляд хитрого коршуна, готов выринуться на добычу, он вдруг стал мне ясен. Я не дам вам цветка, сказал я, отступая от него. Что это значит? Вы с ума сошли, глухо отозвался он, следуя за мною. Я не дам вам цветка, пока вы не объясните мне, зачем он вам и кто вы такой, продолжал я. Он все бормотал, это бесчестно, разве так держат честное слово, и тянулся к цветку. Я спокойно отстранил его левую рукою, а правую высоко поднял цветок над головою, так что пламенный отблеск его упал на злоб на злобное лицо доктора. Я понял вас, сказал я. Я не знаю, кто вы именно, но вы причастны к той злой силе, что оспаривает у человека власть над огненным цветом, власть над жизнью и смертью. Вы знали, что меня нельзя запугать никакими страхами, и потому решились вырвать у меня цветок обманом. Вы помогали мне, чтобы предать меня и отнять у меня мою добычу. Он с хриплым криком бросился на меня цветок, цветок, отдай цветок, рычал он. Вот уже сорок девять лет, как я стерегу этот цветок и не уступлю его тебе, мальчишки, прочь, гадина. Он лез на меня со свирепым лицом, в нем не было уже ничего человеческого, но я не боялся. Я чувствовал себя сильнее этого безобразного существа, охватившего меня своими цепкими лапами. Он уже обессиливал. Я напрягся, чтобы последним усилием свалить его на землю. И вдруг в одно мгновение ока он сделался в моих руках тонким и высоким как шест. И когда, не встречая сопротивления в его теле, я споткнулся и, едва удержавшись на ногах, в изумлении неожиданности глянул вверх, вместо знакомого лица моего врага, на меня шипениям оскалились три змеиные головы с янтарными глазами. Я позабыл о цветке, дрожащем в моих пальцах, и думал только о самозащите. Я схватил чудовище за его длинную шею, и в это время золотая звездочка мелькнула перед моими глазами. Это упал на землю огненный цвет и рассыпался кучей золотых лепестков, вновь поколебав землю точно вулканическим ударом. И в тот же миг все пропало и чудовище, и звездочка, и Зоси. Парк был темен и пуст. Бурый папоротник уныло качался под ночным ветром, мне чудились далекие стоны и грубый язвительный хохот. Я понял, что все потеряно. Я не выдержал испытания, и вот возвратясь, я сижу теперь один со своими мыслями и спешу занести их на бумагу, потому что стыд, гнев сводят меня с ума, и кроме стыда и гнева еще сомнение. Не сном ли сплошным, не рядом ли галлюцинации в последние дни моя жизнь. Я написал, что тороплюсь записать, прежде чем сойду с ума, а может быть, я уже сошел с ума давно, но так или иначе, было или не было все, что я, казалось, мне пережил, я переживал это настолько ярко, что яркостью эту заслонилась вся моя прежняя жизнь, и через семь лет, через семь лет, он таинственный огненный цвет опять засияет в здановском парке своими радужными красками, подобной подучей звезде, скатившейся в темную ночь. О, если я только не умру, если только безумие не прикует меня к одинокой келье, мы еще поборемся, и уже в другой раз я не останусь побежденным, прости меня, Зося, прости и жди, не отчаивайся, будет и на нашей улице праздник, и верь мне, он недалек, 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 и ночь.